В Германии на стадии предварительного расследования находится дело против режима Лукашенко. В качестве свидетелей выступают около 10 человек. Их имена держатся в секрете. Как заявил сайт Навыны Бай, один из них – 40-летний гражданин Израиля Александр Фруман. Он проводит в данный момент собственное расследование в отношении причастных к преступлениям противоппозиционно настроенных жителей Беларуси. Он составил список, в который попали уже около 30 силовиков. Результатами своего расследования Фруман делится в соцсетях. Сам он также пострадал от действий лукашенковских слабовиков. Из-за того, что, по его словам, оказался на одной из акций протеста, которые охватили Беларусь прошлым летом после выборов президента. Фруман находился в Минске в отпуске с семьей. Он утверждает, что его буквально похитили. Затолкали в автозак за то, что он пытался сфотографировать военных. Как признается мужчина, в результате избиений силовиков у него были кровоподтеки и синяки по всему телу. Я в течение месяца не чувствовал кончиков пальцев ног. Очень сильная психологическая травма. Мне пришлось работать с психологом, добавил он. Собственное расследование Фруманов помогают вести другие оппозиционно настроенные белорусы. Люди потом пишут в личку, помогают. Есть даже один действующий сотрудник, но он очень осторожен. Но слил одну барышню из советского РУВД. Одна организация бывших сотрудников активно помогает, рассказал он. Мужчина отмечает, что сам решил выступить свидетелем по делу против режима Лукашенко. Причины? Во-первых, я стремлюсь к справедливости. Во-вторых, чтобы помочь белорусам. Эта информационная огласка лишний раз напоминает, что есть люди, которые могут осудить режим. Напоминает не Лукашенко, а этим милиционерам, которые меня и других людей били. Чтобы знали, что где-то их все-таки судят и правосудие настигнет в той или иной мере. По его словам, важно то, что преступление задокументировано и доказано. Он уверен, что наступит время, когда это может быть использовано в разных аспектах, чтобы их найти и посадить. О том, что четыре немецких адвоката обратились в федеральную прокуратуру Германии в Карлс-Рюэ, в связи с применением насилия в отношении белорусов на фоне мирных протестов, которые начались в стране после президентских выборов в августе 2020 года, стало известно в мае. Адвокаты подчеркивали, что в Беларуси ни Лукашенко, ни сотрудникам его силовых ведомств не грозят правовые последствия чрезмерного применения силы и пыток задержанных. В связи с этим они призвали Германию провести независимое расследование таких преступлений. При этом адвокаты сослались на так называемую «универсальную юрисдикцию», предполагающую возможность привлечения к уголовной ответственности за преступления, запрещенные международным правом и совершенные в других государствах. Один из них заявил, что сейчас юристы пытаются доказать, что Лукашенко не является законным главой государства и поэтому не пользуется иммунитетом. Сам Лукашеску отреагировал на происходящее словами о том, что не наследником фашизма его судить. Пусть бы Великобритания уже там выступила, Америка, Франция в коалиции же были, но не наследники фашизма, они меня будут судить. Кто вы такие, чтобы меня судить за то, что я защищаю вас и свою страну? Расскажите, пожалуйста, как это было, почему вы, ну то есть, из-за чего вы подали в суд и как это происходило, ну, свою историю? Я понял. Ну, в принципе, именно что со мной происходило в августе в Минске, я подробно не буду рассказывать, потому что это можно найти, чтобы время не терять. Кратко скажу, что меня просто на улице 10 августа в 5 часов вечера напротив дома, где мы снимали квартиру с женой, накинулись ОМОНовцы, арестовали. Потом я попал в советский РВД, где были пытки, где меня избивали. Потом нас привезли в Жодино. И в Жодино они просто, видимо, испугавшись, что им попал иностранец, хотя они прекрасно это об этом знали, даже не решили меня не судить. То есть у меня в камере был еще тоже гражданин Польши со мной, его тоже не судили, то есть иностранцев они, видимо, решили не судить. Придумали, что якобы они потеряли мои паспорты, мои документы, протоколы, что-то такое, которые я не подписал. И просто нас выпустили 13 августа под вечер, то есть в 9.30 вечера, по-моему, я вышел. И вся история, в принципе, если про подачу заявления, началась 10 августа, ну, в ночь с 10 на 11 августа, когда я стоял у забора, уже печально известного в советском РВД. Мы там стояли 16 часов, и чтобы себя как-то занять, я продумывал, как я буду мстить за то, что со мной происходит и все такое. И в какой-то момент я сам себе сказал, что я сам себе пообещал, что я буду добиваться максимуму, чтобы справедливость наступила, и чтобы то, что происходило, люди были наказаны или как-то это было задокументировано. Таким образом, я сразу же, когда вышел, стал... Во-первых, я понял, что я иностранный гражданин, что у меня есть какое-то преимущество перед теми белорусами, которые были со мной на всем этапах этого пути в автозаках, в РВД и в Жодино, что меня вряд ли будут трогать, и я имею эту привилегию поведать миру, раскрывая свое лицо, не боясь ничего, свою историю. Также я уже в Минске старался начать свое частное расследование о том, кто меня задержал, кто меня бил, кто меня вез в автозаках, так как сами ОМОНовцы и сотрудники милиции не отличаются каким-то высоким IQ. Они между собой называли себя по именам, по фамилиям, и все это мы запоминали. И мы, своего рода, были как вот в «Играх престола» была такая Ария Старк, которая все время повторяла имена своих обидчиков про себя. И то же самое, в принципе, я делал все эти три дня в Жодино, чтобы не забыть то, как кого называл. И таким образом я начал выходить на тех людей, которые меня пытали, которые меня били, искать. И 25 августа я улетал уже из Минска, и я подал заявление в Генеральную прокуратуру в Беларуси, подробно с адвокатом все описав, назвав четко имена, четко когда что происходило. То есть им как бы на блюдечке с головой каемочкой преподнес все материалы, им только нужно завести уголовное дело. Я сам юрист, я в Минске, закончил в Минске торговый колледж правоведения, и какие-то у меня базисные основы есть, и я понимаю, что им даже думать не надо было, и какие-то доследовательные, всякие проверки делать, просто взять и завести. Но, естественно, этого не произошло. Что самое интересное, что многие белорусы получили отказ о возбуждении уголовного дела, и для многих это стало катализатором того, что против них были заведены уголовные дела. В моем же случае я до сих пор не получил никакого отказа. У меня есть такая довольно милая переписка с начальником Ленинского следственного комитета в Минске, который... Я нахожу новые факты, я ему пишу, а он мне отправляет, что да, это приобщено к заявлению, приобщено к делу такому-то. Ну, как бы надежды, конечно, у меня, я довольно рациональный человек, я все понимаю, что надежды, конечно, мало. Мне главное было сдокументировать и послать. Поэтому я решил преследовать своих обидчиков в Израиле, так как в Израиле есть статья за антисемитизм в адресы гражданина Израиля, неважно, где это произошло. А у меня были там два случая такого махрового антисемитизма, можно сказать. И я подал заявление, но как-то, видно, израильская полиция не особо хочет напрягаться и какие-то там... Не видит тоже, наверное, какие-то перспективы, я так понимаю. И они решили мне отказать в возбуждении каких-то дел. И, естественно, я испробовал как бы конвенциональные пути наказать своих обидчиков через белорусское правосудие, через израильское правосудие, так как они не увенчались успехом. И я не думаю, что в Беларуси что-то, по крайней мере, на данный момент продвинется. Поэтому я начал искать... Я услышал в одном из зумов белорусов за рубежья, когда здесь собираются диаспоры, меня пригласили туда, в один из зумов, который был на тему, по-моему, назывался «Шлях до Гаги». И там юристы из, по-моему, из Украины, юристы из других мест подробно рассказывали, что это, как это заводится, что надо делать. И немецкая диаспора, там у них есть координатор один, видимо, серьезно этим решил заняться и дал какой-то... По-моему, это был клич в белорусах за Межи или где-то еще. В принципе, у меня сейчас такой алгоритм действий, что если я вижу, что где-то есть зацепка, где-то я могу еще раз рассказать свою историю, миру поведать, или постараться приблизиться к официальному расследованию какой-то более серьезной структуры, кроме моего частного, то я зацепляюсь за каждый сучок такой. И это один из тех случаев, где я сразу же согласился, написал, дал подробное интервью, что со мной произошло, были составлены документы. Также я подписывал какие-то документы, высылал справку, свидетельствование о своих травмах, которые я получил во время всего этой истории. И, в принципе, я принимал, как бы, можно сказать, такое пассивное участие, потому что от меня только требовалось рассказать мою историю, предоставить документы, а все, что творилось внутри этой инициативы, это не видно ни мне, ни, в принципе, вообще немногим людям, ни для кого, в принципе, сейчас уже не секрет, что это был как гром среди ясного неба, это подача, по-моему, это случилось в начале мая, подача этого заявления в Генеральную прокуратуру, то есть никто вообще даже не догадывался. Кто бы всего этим занимался? Этим занималась в основном немецкая диаспора, но, как я знаю, я вот лично ни с кем не знаком, но есть огромное количество переводчиков. Все это основано на белорусах Замежа. Это большое объединение белорусов, которые уехали, и выходцев из Беларуси, как мы. Честно говоря, я слышал насчет того, что наш дом Ольги Карачи принимал непосильное участие в этом, потому что там даже лидеры, я уже не помню, кто там подтвердил, что именно они сделали единую часть работы. Вот, вот я тоже слышал, что и как бы меня тоже контактирую и с Ольгой Карачи, с ее командой по универсальному правосудию и в Литве, и да, она мне предлагала сразу же, когда увидела мою историю, она мне предложила, а присоединяйся к нашей инициативе в Германию, присоединяйся к нашей инициативе там в ООН. И я, естественно, сказал, что я уже там, я уже в немецкой инициативе, и я, да, знаю, что Ольга Карачи, ее команда там что-то помогает, но что конкретно, я не имею понятия, потому что, опять же, в целях конспирации, в целях, как бы, чтобы это не вышло наружу и кто-то пострадал, очень-очень все скрытно. Люди между собой мало контачат, и это одна из важных тоже черт этой инициативы, что, как бы, очень много было, я так понимаю, усилий на то, чтобы это была организация, в которой не было такого прям, люди друг друга практически не должны знать, чтобы, если какая-то утечка произошла, то немного, немного уйдет. Веризонтальность? Да, да, вот именно, да. То есть, как бы, есть, я так понимаю, парочку людей, которые этим всем координируют, но вот так вот, чтобы, я даже не знаю этих пострадавших, которые со мной первые 10 дел были поданы, я знаю только из-за того, что я притянул туда, в эту историю, поляка, который был в моей камере, и он туда тоже присоединился. Вот я знаю, что он тоже среди этих 10 дел, так как они выбрали именно иностранцев, потому что с ними намного будет легче, и они видят в этом большой потенциал, когда иностранные граждане именно подают, и в остальных восьмерых я вообще как бы даже не имею понятия, кто это, настолько это все засекречено. В какой-то момент, наверное, может быть, они узнают, эти люди, когда уже дело продвинется, когда прокуратура примет решение о возбуждении дела, начнет расследование, то, наверное, уже будет тяжело утаить, кто там, но на данный момент вот как бы все все очень в плане безопасности очень профессионально, вот как по мне. это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!